Привет! Меня зовут Артур, вы на канале CarPoint и со мной Коля, совладелец стенда автосалона в Португалии. Никакого сценария, мы просто с тобой говорим и максимально людям рассказываем о особенностях рынка Португалии, автомобильного рынка. Мы рассказываем о том, как это работает, как лучше, где лучше посмотреть машину, особенности, покупки машины в салоне с гарантией, без гарантии, аукционы, олдшиши, олдексы, стенд виртуалы и все остальное. Ты знаешь эту кухню изнутри. В двух словах, как ты начинал? Начиналась очень просто, покупалась машина, продавалась машина. Первая машина моя пошла в минус, она не проиграла денег. Потом следующая машина чуть подняла настроение. Окей, то есть сначала ты просто покупал-продавал, а где покупал, где продавал? Наша жизнь зависит от знакомств, от правильных знакомств, я так скажу. Познакомился с правильными директорами, они занимались уже машинами потихонечку. Потому что этот бизнес такой сложный. Здесь особенность рынка, иммигранту, знаешь, просто люди не тянутся к тебе, они тебе не верят. Да еще ты плохо разговариваешь, плохо с этим. Потому что одно время наши люди, наши люди очень умные, развитые по всех параметрах, и они очень обманывали, скажем так. Не то, что обманывали, зарабатывали деньги на этом все. Здесь такой рынок, что здесь даже специалистов нет, которые разбираются в чем-то. Вот именно... Ну давай не наговаривай, я приехал уже. Ну ты приехал, ладно, ты же приехал. Все уже, спаситель есть, возвращайтесь. Вот. И одно время потерялось это доверие, знаешь. Потому что португалы, они по своей наивности, они как дети, я бы сказал, как дети. Они наивные, здесь они мечтают больше, не относятся к машинам так, как мы. Это типа, о, машина. Они приходят, покупают кое-что. Просто чтобы оно выглядело нормально, да? Да, наши люди, как всегда... Вот, я знаю, то же самое, я тебе больше скажу, в Украине, а если бы я был португалом, я бы тоже не сильно доверял. Я в Украине вообще купил две машины всего на все. Все свои машины, на которых я проиграл колоссальное количество денег. Я тебя понимаю. В Украине это легко сделать. Да. Как ты в салон попал? Я, на самом деле, салон это серьезный. Он уже открылся, наверное, года три назад. Я ему помогаю, у меня некоторые машины с ним вместе. Ну, суть прикола, что я открывал другой салон уже. У меня уже был, но он не пошел. Почему салон? Чем выгодно салон? Потому что люди доверяют. Многие машины продаются, на которых даже люди не ездят. Приходят, дают документы, там, кредит или деньги, неважно. Но они уже покупают машину или с гарантией, или без гарантии. Ну, подразумевается, когда машина с салона, но она все равно в лучшем состоянии. Потому что они сделали, хотя бы поменяли масла фильтра, сделали какую-то ревизию, поменяли там шаровые наконечники, что случится, что надо поменять. Потому что салон отвечает лицензией какой-то документами, гарантией. Ну да, люди могут и зарекламарить. Мы отменили гарантию на подбираемые автомобили. Отменили? Мы у себя в Карпойнте отменили, потому что люди начали, хитрожопые, начали пользоваться. Они выезжают на трассу, топят у них, там, начинает почему-то там уход жидкости, или там что-то они недопроверили. Или 200 стрелку в пол кладут, начинает мотор греться, стучать. Он приезжает, говорит, это вы мне продали конченую машину, а мы смотрим, что там хомутик внизу просто потрескался, который невозможно было проверить, резиновый. Ой, не хомутик, это трубку. По нижнему хомуту, нижнее крепление к радиатору. Машина 2006 года. И он говорит, что это мы ему подобрали плохую машину. 2016 года продали сейчас машину нашему парню. Звонит на следующий. А что, эта машина больше 200 не едет? Вот, именно поэтому мы отменили гарантию. У меня есть вот вопрос. Какие здесь существуют места, где обычный человек, португал, иммигрант, может купить автомобиль? Коротко. А, Б, В, Г, Д. Facebook, Stand Virtual и Allshish. Для меня ближе, ну, это лично мое наблюдение и лично мое мнение. Allshish это Allx, да. Allx, да. Allx ближе всего. Он, там и цены, вот если сравнивать цены Stand Virtual и Allshish, Allshish, и ты найдешь по-любому дешевле. Вот рынок, насколько странный здесь, я не буду скрывать. Есть перекупка машины, не перекупка, а... Ну, перекупщики. Да, перекупщики, которые без инвестиций, ну, ребята португалы. Вот наши ребята начинали, вот я потом тебе скажу, кто начинали, у них это не пошло. Например, если у нас на стенде есть машины. Да. Ты приходишь, посмотрел, пофоткал свои или взял наши фотки, выставил фиксбук. Тебе пишут, ты им там накидываешь цену, приводишь к нам, все. Типа, ты забираешь свои комиссуешь. Ну, такое, типа, редкое, ну, работает португалы, буду португалом. Есть ли какое-то еще аукционы? Есть. Есть. Что это такое вообще? Может ли обычный человек пойти и купить там машину? Могу ли я в интересах своего заказчика пойти с тобой и купить в интересах клиента через аукционную машину? Скажу тебе сложность этой системы. Есть аукционы, которые не пускают. Если ты не записан, тебя не пустят. Хорошо, я могу записаться туда? Да, открываешь фирму, полгода платишь налоги и записываешься на любой аукцион. Окей. Тогда, грубо говоря, у нас есть еще аукцион, на который обычный человек попасть не может. Но если, например, он заказал, например, подбор у меня, у тебя, у нас заказал подбор, то, в принципе, мы в интересах своего вики, мы можем пойти, мы предоставляем заранее, какие машины будут на аукционе. Да. Человек одобряет, какую из машин он хотел бы купить. Он говорит максимум свою ставку, мы ему говорим, сколько это будет под ключ. Мы говорим человеку о том, что машину нужно будет обслужить, сделать инспекцию, страховку, заплатить налог, там что-то еще, документы переоформления, поменять какие-то наконечнички, сделать какой-то детейлинг. И это в общей сложности. Мы плюс-минус прикидываем объем и говорим, что к цене машины с аукционовским сбором, там, например, еще полторы тысячи евро. Помимо аукциона, что еще есть? Базар. Есть автобазар? Нет. Базара нету. Кроме аукциона, сайтов и маркетплейсов, стенды. Давай так, какая разница между частником, который продает партикуларом, и какая разница между стендом? Во-первых, состояние машины. Машина покрашена, подготовленная под продаж. Это про стенд мы говорим сейчас. Партикулар. Это частник. Частник. Мой личный опыт. Да. Звонишь с человеком, разговариваешь адекватно. Спрашиваешь, слушай, я сдалека, мне там 200 километров к тебе приехать. Прям как в Одессе, в Украине. Скажи, пожалуйста, что надо делать в машине? Там оно так. Все хорошо. Все отлично. Машина там прям 5 звезд. Пушка, бомба, ракета. Приходишь, там не так все. И ты потратил день, ты потратил солярку, и ты попадаешь минимум в 100-150 евро. Ты просто прокатился просмотреть машину, и плюс теряешь день. Если ты чем-то занимаешься, ты теряешь день, ты теряешь день. А так пришел на площадку, ты сразу видишь уже машину, площадка, стенд, ложа официально. Ты видишь машину, ты видишь состояние, там плюс уже ты защищен как потребитель. Ну как минимум ты получаешь гарантию на мотор, на коробку, как минимум. Не всегда, ты можешь отказаться от нее. Это будет дешевле тебе на цену. А какая разница? Вот, это интересный вопрос. Для людей будет очень... Ну машина 10-15 тысяч. Ну плюс-минус хотя бы. Ну можно там, до штуки можно скинуть, наверное, думаю. Если, короче, все зависит от тебя. Недавно была такая ситуация. Мы продали Мондео 2001 года. Мондео 1 года 2.0 дизель. Потрясающая машина. Просто в хорошем состоянии. Просто в хорошем. Все. Он пришел через неделю, он купил без гарантии. Он торговался еще, очень долго торговался с нами. Мы ему продали без гарантии. Хотя даже в гарантии вот получалось, что замок, центральный замок... Не входит. Не входит. Но у него он не работал. И он за нее пришел, типа начал, что а, вы мне продали, она там не работала. Я говорю, ну слушай, ну мы даже не проверяли. Типа, и даже если бы ты купил с гарантии, она все равно бы не уходила. Но это такой расходник. Это получается тоже, что ты бы пришел и сказал, что там какой-то хомутник там... Я просто, ребята из Украины, России, из стран СНГ, не только у нас происходит такая дичь. Такая же дичь происходит и в Португалии. Все равно найдется умник, который скажет, что машина 2001 года, за 2000 у нее что-то поломалось и виноват продавец. То есть мы узнали, что в стенде по-португальски ты можешь получить гарантию, ты получаешь машину, минимально приведенную к эксплуатации, в состоянии, чтобы она была нормальная, чтобы потом не было вопросов к салону. Конечно, не всегда. Ну, в основном. А какие есть приколы? Давай, черные. Черную сторону этого. На что можно нарваться на стенде? Думая, что в салоне все хорошо. Во-первых, если человек не глупый, он ни на что не нарвается. Что это значит? Вот я смотрю, я зритель, я домохозяйка, я не понимаю того, что ты сказал. Единственное, что недосмотренная машина может быть. Не посмотрели ремень. Потому что тоже здесь… Ремень ГРМ или цепь ГРМ? Ну или система… Цепь скорее всего, что тоже никто не обращает внимание, потому что цепь есть цепь. Если не звенит, значит, что ее смотреть. Ремень, и это очень важно, потому что здесь нет этикеток, нет ничего. Хорошо, то есть недосмотренная машина. Недосмотренная машина. Хорошо, как человеку избежать этой проблемы? Что ему нужно сделать, чтобы он защитил себя от покупки автохлама в Португалии? Брать с гарантией, потому что… Ну это мотор-коробка. Окей, но если у тебя идет ремень ГРМ, то у тебя получается гарантия, это же мотор. Окей, хорошо. Первый совет – это берите машину с гарантией. Второй совет? Смотрите хорошо машины. Это мой личный опыт. Мы ехали, я еще когда занимался машинами как частник, мы ехали на раутах, они путили 70 евро за полный осмотр машины. Вот, вот, то есть вот это совет, ребята. И в Португалии, даже с гарантией, правильно? Да. Покупайте машину только через полную проверку. Да, можете объехать, мы открыты. Хорошо. В любую мастерскую можете поехать. Ну в этой зоне? Ну конечно. Еще есть какие-то такие советы, которые могут помочь зрителю? Прикол в чем, что здесь нет таких проблем, как в Украине с кузовщиной. Здесь машины фактически не гниют, нет ржавщины. Здесь ты можешь купить такую машину, которая в Украине вообще не ценится за то, что она гниет. Вот старый кадет, ты здесь можешь найти в идеальном состоянии. Просто каравитец и купить. Он просто. С 78-го какого-то года? С 78-го года он прям будет ляля. Просто краска выигрыша. У вас в таком нет. В основном коробка, степление дорогое тоже. Сейчас эти двумассовые марковики, они очень дорогие. DSG, PowerShift, тут все то же самое. Ну DSG, это коробочка. О, сколько стоит здесь замена комплекта DSG Volkswagen? Например, берем 2 литра DSG. У меня был 2 литра DSG, дизельный. Да. Только плата с электронной части. Да, да, да. Стоит 2 800 машин на Volkswagen. Только запчасть. Без замен, без ничего. На что нарвется покупатель, если он пойдет покупать машину у Particular? Particular это у части. Не на что. Если у тебя есть деньги, наличные, я не понимаю, наличные. Да. Потому что так не купишь машину. И тоже есть много. Такой нюанс. Если вы собрались купить машину больше 3 тысяч, там, только 2,5 можете сделать в трансференцию. Иногда у меня такое бывало. Что это значит? Перевод денег. Перевод денег. Почему? Лимит банка 2,5. Или ты идешь в банк и отключаешь этот лимит, или ты идешь в банк. У меня такое было в 7 вечера. Приходит чувак машину забирать за 5 тысяч. Я говорю, ты уверен, что мы сможем, ты сможешь мне их оплатить? Да, конечно. Я говорил с банком. Ты уверен? Они просто тебе не доверяют, потому что ты иммигрант. И он думает, что он умнее делать, потому что он лучше разговаривает. Слушай, ну это, кстати, крутая информация. Расскажи, пожалуйста. Мы когда переписали машину, потому что нотариусы работают допоздна. Здесь до пол восьмого, наверное, можно где-то переписать еще машину. Нормальный нотариуса. Когда начинается денежная волокита, он мне отчета не дает. Я говорю, потому что я тебе говорил, что 2,5 тысяч в день. Хорошо, здесь нарваться с оплаты все понятно. На какую проблему при покупке машины может нарваться покупатель, покупая участника? Для меня самая главная проблема найти хороший вариант. Не то, что хороший именно в идеале, чтобы он не крашен. Для меня может быть царапанная машина. Мне не важно. Здесь не так важно машина... Поподробнее об этом, пожалуйста. Мне больше механическая часть играет роль, чем внешняя. Это если ты покупатель, да? Если я покупал. И так я и покупаю. Потому что механическую часть здесь, если у тебя какая-то проблема минимальная или лампочка постоянно загорается. Найти где-то какого-то электрика, который тебе это решит и не сильно дорого, это нереально. Потому что даже иногда к официалам едешь и они ничего не решают. Второе. Ты можешь нарваться с документами. У моего коллеги была машина, которую он никак не мог скинуть. Это была шестерка Mazda 1.8. Она просто засела в страже. Не удивлюсь. Ну да, давай. И она, короче, была не беспроблемная. Приходит к нему человек и говорит, давай поменяемся на 6 с 2001 года, 2.5 на 6 суток. Окей. Хорошо. Он согласился, не поменялись. Потому что он говорит, у меня жена и что-то какие-то там. Окей. Сделали сделку. Через месяц эту шестую он продает дальше людям. Да. Итальянцам. Эти люди через полгода решили ее тоже продать. Да. И они уже не смогли. Арест упал через всех, упал на эту машину. Потому что он в момент этого всего не мог, но пока эта вся бюрократия дошла, 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 дошла. Подожди, получается по большому счету хорошо бы проверять… Это стоит 10 евро. Проверить. Вот. У нотариуса. Вот. Хорошо бы проверять, нет ли проблем у продавца. Да. Не на машине, а именно у продавца. Потому что… К нам приходят, они знают, что здесь нет проблем. Потому что они всегда придут сюда, здесь дом открыт. Типа мы здесь на месте. Окей. Если что-то не так, мы решаем. Просто в Украине есть похожая ситуация, что там развод, бла-бла-бла, элементы, машину ты продал, а потом арест на ту машину. Но если проверить, нет ли проблем изначально у собственника, продавца, то скорее всего на 99% ты защищен, что прикола не будет такого. Это проблема. Скажи мне, пожалуйста, как здесь переоформлять машину? Какие варианты переоформления так, чтобы это было правильно? Первое – это регистра. Регистра официальные. Они работают. Хорошие не хорарио, там постоянные. Хорарио – это что? Расписание. Они работают. У них это стоит дешевле всех. Сколько? А, вообще. Да. Регистра – это сервисный центр. Второй вариант – это что, налоговая? Нет, это нотариусы. Приватный нотариус. Частный нотариус. Частный нотариус. Они работают. У них тоже есть система, у них есть доступ. Я знаю одного даже нотариуса, который дешевле берет комиссию, чем в регистра. Подожди, а как нотариус может переоформить дешевле, чем регистра? Социально стоит переоформление машины, чтобы берет государство. Он берет 55 евро. Да. Остальные деньги – это уже люди набрасывают. Даже официальный сервисный центр берет 65 евро. С заработом. Окей, с 10 евро. Красавчик. Нотариусы уже набрасывают. Обычно это стоит 75 евро. То есть они набрасывают еще себе 20-ку. Отлично. И получается, что просто в Украине нотариус тебе дает доверенность, и потом с доверенностью ты должен идти в сервисный центр. А здесь происходит получается по-другому. Они так же делают, как сервисный центр. Они открывают систему, то есть у кого есть доступ. А, вот. То есть нотариус. Вот. Круто знаете. Получается, что нотариус, он является регистратором, перерегистратором. Да, они просто заходят в систему. Хорошо. А кто осматривает машину? Может быть там она… Никто не осматривает. Может тут проблемы какие-то с номером кузова? Ну, это инспекция. То есть техосмотр. А до этих осмотров, ты когда идешь на два техсмотра, они там смотрят. Я уже думал, здесь чтобы кто-то занялся двойниками, они бы здесь ездили везде. Серьезно, да? Я думаю, да. Получается, для того, чтобы переписать машину, все, больше ничего тебе не надо. Документ купли-продажи и техпасторов на машину. Все. Два варианта. Это либо регистратор, это сервисный центр по-украински, по-русски. Или же… Нотариус. Или нотариус, это он оформляет, да? И все, я бы больше никуда никому не верил. Никуда больше не ходить. Никакие расписки на капоте не делать. Короче, выводы. Есть. Машину в Португалии можно купить на сайте через Marketplace. Можно его купить на стенде в автосалоне. И, в принципе… Ну, участник это… Он же все равно продает его на… Где-то либо на Marketplace, либо на LX, либо на Stand Virtual, либо там где-то еще. То есть, по факту, либо на сайте. То есть, базара здесь такого нет, слава богу, пока что. И на аукционе, но на аукционе это пока что сделать еще сложно, потому что нужно проходить, искать нужных людей. Покупаешь ты либо у официального салона или продавца официального дилера, лишь бы участника. Лучше покупать у дилера, потому что здесь ты получаешь как минимум, минимальный сервис обслуживания и возможно даже гарантию, если ты на нее согласился. И самое главное, что когда… Самое главное, самое важное, ты не тратишь деньги и время, когда ты едешь, приезжаешь, обламываешься, расстраиваешься, потому что тебе по телефону не сказали ничего по поводу машины. Ты приезжаешь, ты посмотрел пять машин в зоне большого Лиссабона, проехал 200 километров, спалил кучу дизеля или бензина, кучу платных дорог, еще чего-то. Весь день ты вымытался, устал. Ты ничего не купил вообще. Ты приезжаешь, а там автохлам, который ну просто ужас. Ужасная тема у партикуларов, участников, то что они здесь делают фотографии через жопы. Вот у него телефон в жопе и он прямо там нажимает на кнопку фотографию. И вот представьте себе, что он нафотографирует. Ты ничего не можешь понять. И ты ему звонишь, говоришь, машина хорошая. Он говорит, да, машина хорошая. Братан, как для своих. Приезжай, машина новая. Ты приезжаешь и просто плачешь, стоишь. Он может там не узнать, что у него. Вот, я это и хотел сказать, что для него машина нормальная. Для него машина нормальная. Он говорит, хорошая машина. Поэтому мне кажется, что автоподбор здесь в Португалии нужен. Обязательно проверять машину в Португалии. Механики или сервисы. Машину ты покупаешь в салон, а не в салон. И подтверждение Коля, подтверждение дает вот, вот. Человек, который занимается этим. Он знает эту кухню изнутри, здесь. И ты рекомендуешь машины проверять. Сто процентов. Сто процентов. Родственники родственников там обманывают. Братан, сват, по братану. Это везде, во всем мире. Какая самая большая фатальная, подведя итоги этого видео, фатальная ошибка при покупке машины в Португалии. Фатальная. Вот твоя топ-1. Наверное, наша украинская натура покупать машину, которая тебе не по карману. То есть купить машину для того, чтобы сосед завидовал. Вот это сюрприз. Купить на максимальные денег, которых у тебя практически нет, а потом ты не сможешь ее обслуживать. Ага. Потому что тебе это надо, получится очень дорого обслуживать. Например… Испертый? Тот же эксперт. Что я забыл сказать про особенности португальского рынка людям? Что я забыл тебя спросить? Потому что я же тут не сильно местный пока еще. Особенности португальского рынка… Автомобильного рынка. Автомобильного рынка. Автомобильного рынка. В том, что у людей нет таких денег, как у нас в Украине, все наличка и все. Здесь люди покупают машины больше в кредит, наверное. Что-то доступно. Ты платишь 100 евро в месяц на протяжении 7 лет и все. У тебя есть машина, которую ты хотел и которая тебе нужна каждый день. Особо не запариваются в этом подборе машины. То есть ему главное, чтобы она была. А сколько процентная ставка здесь в среднем годовая? 11 годовых. Да. Это не наши 40. Еще какие-то есть особенности португальского рынка о том, что покупают в кредит больше, чем… Особенно если машина дороже 5000, да? 5-10? Не важно. Есть люди… Ну, в принципе, сейчас этот коронавирус не повлиял ни на кого. Хорошо? Португалы тоже обеднели. Раньше ты мог свободно продавать машину до 5000 без никаких кредитов, как и мы занимались. Мы были участниками и так занимались. Сейчас люди за 1500 спрашивают тебя в кредит. Ага, понятно. Еще какие особенности? Особенности тем, что они не за… Состояние машины – это для них тоже не основное. Им главное, что оно понравилось. Португалы следят за машинами или нет? Некоторые. В основном нет. Сколько процентов в среднем? Максимум 20% кто следит за машиной, кто ее любит, кто в ней убирается. Мы не говорим о каких-то… кто в ней просто убирается. Хотя бы. Если хотите узнать об особенностях обслуживания автомобилей в Португалии, пишите в комментариях, хочу видео про автосервисы. И мы обязательно его запишем, да? Отдельно? Да. Пишите в комментариях, что вас интересует, чтобы мы знали, какие видео вас интересуют здесь по Португалии. Пока я еще подбором не занялся, но мы с Колей уже начинаем… Он меня начинает вводить в рынок местный. И очень скоро вы от нас узнаете что-то новое, интересное. Я вас заверяю. Скидывайте заявки на подбор. И скидывайте заявки на подбор уже. Потому что я уже был на аукционе, я уже видел, что можно купить реально нормальную машину, реально тысячи на полторы дешевле. Где-то так, да? Чем на основном виртуале. То, что я смотрел для себя, оно получалось полторы дешевле. Я имею в виду уже с ремонтом, где-то вот так. На сегодня тебе огромное спасибо. Мы на связи ждем вопросов и потом встречаемся на новый видос. Спасибо тебе. Спасибо тебе.